Привет! Вы на одном из лучших технических каналов в канале компании «АвтоСтронг-М». Компания «АвтоСтронг-М» обладает огромным выбором запчастей. Так что звоните нам, пишите и заказывайте. Вас ждет отличный сервис и быстрая доставка. Прямо сейчас подпишитесь на канал. Итак, встречаем Mazda LF. Семейство двигателей Mazda L-серии входят четверки объемом от 1.8 до 2.5 литров, которые дебютировали в 2000 году. Кроме Mazda 3, 5 и 6 они ставились на Ford Focus, Ford Mondeo, C-Max, S-Max, а также на Volvo C30, S40, V50, V70 и S80. Да, вы все правильно поняли. Эти японские двигатели использовались Ford Home в рамках сотрудничества с компанией Mazda. Здесь алюминиевый блок, чугунные гильзы, гидрокомпенсаторов нет и привод ГРМ цепной. Сегодня мы разбираем двигатель Mazda L-F F7, снятый с Mazda 5 2007 года. Этот двигатель получился из младшего 1.8 путем увеличения диаметра цилиндров. Модификаций двигателя L-F Ford и Mazda много. В основном они отличаются навесным оборудованием, впускным коллектором, а также наличием либо отсутствием фазовращателей на распредвалах. Двигатель считается надежным и неприхотливым, хотя в первые годы инженеры лечили его от фатального просчета. Скоро мы об этом расскажем. При больших пробегах он может огорчить жором масла, хотя и может пройти 500 тысяч километров. На самом деле за несколько сот тысяч километров на этом двигателе при хорошем обслуживании может выйти из строя только правая гидравлическая опора двигателя. Она высокодорогая 150 долларов, но в продаже появились новые китайские подушки из китайских двигателей, которые выпускаются по лицензии Mazda. Причина, по которой двигатель вибрирует на холостых оборотах и часто уходит в аварийный режим, это выход из строя первого лямбда зонда. Обычно это все выясняется на диагностике. Довольно частая проблема двигателя LF это снижение производительности бензонасоса. При этом двигатель теряет мощность и это особенно чувствуется при разгонах. Также на свечах появляются признаки бедной смеси, а именно электроды становятся белые либо светло-серые. Тогда насос нужно менять, но перед этим надо проверить давление перед топливной рампой. При включенном зажигании давление топлива перед рампой должно быть от 3,6 бар до 4,5 бар. А при выключении зажигания не должно падать ниже 2 бар. Если падает, то тогда регулятор топлива надо менять. Он находится в баке. Предварительная экскурсия закончена и мы начинаем нашу разборочку. Генератор здесь не очень долговечный. Он выходил из строя даже в гарантийный период, либо при пробегах в 150 тысяч километров. На неисправность указывает проседание оборотов двигателя. Так проявляется нагрузка на мотор при включении нескольких потребителей, то есть стеклоподъемников и обогревов, например. Двигатель LF на Mazda 5 был модернизирован в последнюю очередь. И поэтому на двигателе LF с Mazda 5 2007 года мы видим механическую дроссельную заслонку. А электронная дроссельная заслонка на Mazda 6 появилась уже в 2005 году. Дроссельная заслонка в принципе надежная, хотя неприятности случаются и с ней. Возникают ошибки, которые сопровождаются плавающими оборотами. Изменяется реакция на педаль газа, то вялая, то нормальная. Потом двигатель уходит в аварийный режим и после перезапуска оживает. В механической дроссельной заслонке все просто. Здесь может выйти из строя только датчик ее положения. Это единственная электрическая деталь. В электронной дроссельной заслонке может выйти из строя моторчик сервопривода, но его можно починить умелыми руками электрика. Но зачем это делать, если в автостронке эти заслонки стоят очень дешево. Впускной коллектор этому мотору достался изысканный. Здесь есть вихревые заслонки и механизм изменения его длины. Заслонки здесь печаль и боль. До 2003 года их называли заслонками смерти. Дело в том, что при поступающих потоках воздуха заслонки вибрируют. За счет этого разбиваются посадочные втулки, посадочные места. Затем заслонки начинают вибрировать еще сильнее и тогда уже обламывается металлическая ось. И заслонки улетают куда? В цилиндры. И тогда начинается бабах. До 2003 года пострадало очень много машин и поэтому Ford и Mazda начали менять эти коллекторы по гарантии. Это уже вторая интерпретация этого коллектора. Здесь заслонки уже не улетают, но все равно их посадочные места разбиваются. Заслонки начинают вибрировать и при работе возникает посторонний шум. Если владелец его слышит, то он начинает что-то делать. Если не слышит, то они могут шуметь десятки тысяч километров. Для ремонта используются вот эти вот вставки. Они недорогие. Есть здесь втулки две, они дорогие. И поэтому люди используют капролоновые самодельные втулки для ремонта. Но зачем вам заморачиваться, если в «АвтоСтронг-М» есть прекрасный впускной коллектор по лучшей цене? Управляются вихревые заслонки вот этим вот клапаном и вот этим актуатором. Если вы слышите шум, то снимите вот эту фишку. Если шум прекратился, значит гремят заслонки. Управление геометрией впускного коллектора осуществляется вот этим вот клапаном и вот этим актуатором. Случаются две неприятности. Выходит из строя клапан или ломается тяга, которая управляет заслонкой. В таких случаях двигатель теряет в тяге, вяло реагирует на педаль газа и просто может заглохнуть на холостых оборотах. Немного рекламы. Эти клапаны у нас в наличии и стоят намного дешевле новых. Еще одна проблемка это патрубок вентиляции картерных газов. Он входит вот сюда во впускной коллектор. Он известен тем, что он трескается и возникают подсосы воздуха, из-за чего обороты опять же могут плавать. Итак, для общего развития это регулятор холостого хода и с ним ничего не происходит. Двигатель 2.0 Mazda оснащен системой рециркуляции и отработавших газах. По клапанам в основном одна проблема. Из-за сажи он подклинивает при открытом положении и отработавшие газы попадают во впуск. Из-за этого двигатель троит и теряет в мощности. Клапан легко снимается и чистится, но часто его снимают и просто глушат каналы подачи газов. Термостат здесь как расходник. Его неисправности говорят медленный прогрев двигателя либо недогрев двигателя в зимнее время. Катушки зажигания здесь надежны и особых нареканий не вызывают. Фазовращатели на двигателях Mazda появлялись с 2005 по 2007 год. Что касается Mazda 5, то фазовращатели появились с сентября 2007 года. Но наш мотор не из таких, но место для фазовращателя здесь зарезервировано. Фазовращатели здесь обычные, гидравлические, управляется электрогидравлическим клапаном. Если что-то не так с фазовращателем, он начинает цокать. Обычно это исправляется просто путем чистки сетки клапана. Два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Зазоры нужно регулировать каждые 150 тысяч километров, но по факту они уплывают намного раньше. Зазоры здесь регулируются максимально неудобным способом. Сначала надо измерить существующие зазоры, затем вычислить зазоры новых толкателей стаканчиков, затем заказать стаканчики, затем дождаться стаканчиков, затем снять распредвалы, поменять стаканчики и собрать это все обратно. В общем, машина может провести на СТО пару дней, в основном из-за того, что надо ждать новые стаканчики. По факту многие владельцы забивают на эту процедуру, либо просто о ней не знают и испытывают много сопутствующих проблем с двигателем. Ну и по состоянию. Не знаю, как зазоры, но кулачки в огне. Вот посмотрите, где находится компрессор кондиционера прямо на подзоне. Цепь в приводе ГРМ рассчитана на весь срок службы двигателя, но по факту она в ходе 250 тысяч. Известны случаи перескока цепи на один зуб без печальных последствий для двигателя. На натяжителе цепи есть фиксатор для фиксации штока для замены цепи ГРМ. То есть японские инженеры что-то подозревали. И вот смотрите, гидрокомпенсаторов здесь нет. И эти стаканчики, как мы уже говорили, надо иногда подбирать. ГБЦ здесь очень сильно прикручена. С клапанами у нас все в порядке, прогоревших нет, нагара тоже. То есть голова в полном порядке. Блок алюминиевый, гильзы чугунные, хон присутствует, задиров нет. Но так как блок долго стоял, то здесь на стенках цилиндров видна поверхностная ржавчина. И еще по факту с блоком этих двигателей ничего плохого не случается. И вот та самая дорогостоящая и неприятная проблема, о которой мы вам хотели рассказать. Эта проблема – это расход масла на угар. Причем на угар из-за залегания маслосъемных колец. Маслосъемные кольца имеют неудачную наборную конструкцию. Они состоят из двух тонюсеньких колец с пружинкой между ними. Плюс несквозные отверстия для слива масла. Маслосъемные кольца также отводят тепло от поршней к стенкам цилиндров. Они перегреваются, закоксовывают и залегают, как в данном случае. Масложор проявляется к пробегу в 200 тысяч километров и может достигать 1 литра масла на 1000 километров. Для лечения масложора можно поменять маслосъемные кольца и ехать дальше. Также умельцы просверливают сквозные отверстия для слива масла. Ну а в целом состояние поршней у нас нормальное. Графитовое напыление присутствует и износ шатунных вкладышей в пределах нормы. Коренные вкладыши находятся в этом двигателе вот в такой единой раме для увеличения жесткости блока. И они у нас в отличном состоянии. На первый взгляд коленвал у нас вроде ничего, но при ближайшем рассмотрении смущают бороздки на шатунных шейках коленвала. Разборка закончена и сегодня мы разобрали хороший мотор. На сегодняшний день в нем могут беспокоить заслонки и масложор, которые, к сожалению, нельзя предотвратить. Если ты хочешь знать о моторах все, обязательно подпишись на наш канал, заходи на наши соцсети. Покупай у нас столько качественных запчастей и помни, что с тобой была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова